Новое видео выходит каждый день в 20.00 Не так уж и давно у Долорензи вышел клип на 400 тысяч подписчиков, в котором он диссит ютуб за то, во что он превратился, мол, челленджи, влоги, пранки и так далее. Это нам всё не нужно. Нам нужен Андрей Нефёдов, нам нужен Мэдисон, а нам нужен Юзя. Про Юзю там, по-моему, ничего не было, однако он нам нужен. Вот такой вот ютуб задолбали вот эти вот многочисленные рекламы по типу 1x запрещенная кампания, не могу называть в ролике, Леон, персонаж из Доты 2, ни в коем случае не букмекерская кампания, и всё такое, типа, как же всё это заебало, вот бы старый ютуб. Я так подумал, а ведь если бы ютуб остался где-то в году так в 2012-13, когда был популярен Майнкрафт и был популярен Андрей Нефёдов, то всё бы осталось так, как оно есть, и самп бы не стал популярен. Он бы остался на уровне вот этих вот станд, дрифт, DM-серверов и так далее. Снимали бы в основном Майнкрафт, и вследствие этого самперы бы не стали тем, кем они стали. Они бы не стали, ну, популярными, что ли, в кавычках, естественно, потому что самперы, они, ну, так, там, типа, блядь, 10-20 тысяч просмотров у Брулёва, там, у ещё каких-то самперов ещё поменьше просмотров. Типа, ну, они бы не стали популярны, если бы ютуб остался таким, какой он был. Именно то, что ютуб изменился вот к этим вот челленджам, пранкам и так далее, то есть стало намного больше игр смотреться на самом ютубе, именно поэтому самперы стали популярными, понимаете? То есть, если бы сам, вот именно, нет, если бы ютуб остался в 2013 году, то ни о каком бы Делорензе, там, Брулёве и так далее мы бы не услышали. Единственное, что Андрюха Кевский, Балта Ховалкс и Тарк Кровопивец стали бы более чем популярны. Я бы, кстати, вообще, мне кажется, аудитории не набрал таким образом, потому что мне бы просто не было вот кого критиковать, может. То есть, Андрюха Кевский, Балта Ховалкс и Тарк Кровопивец это те люди, которых критиковать, в принципе, нельзя, потому что за ними зашкваров никаких нет. Ну, кроме того, что за Андрюха Кевским и Вольф Ролеплей, но, однако, если войти в положение Андрюхи, мол, то, что он не знал, то, что он... Его тогда, если честно, вот, как я понял, его тогда заебал сам Порпей, он хотел чего-то нового, какого-то нового экспириенса, нового опыта, и тем самым вот он пришел на Вольф Ролеплей, думая, что там будет Ролеплей, что там будет старая атмосфера, а там вот стали закупаться вот эти вот все гетто-ютуберы, и Андрюха оказался в невыгодном положении, и он ушел. Если бы он не понял свои ошибки, он бы мог дальше снимать на Вольф Ролеплей, однако он ушел, он признал ошибки, и он молодец. Вот, то есть, Ангел Касада бы не стал... Да вообще, в принципе, вот остались бы вот эти вот три Сампера, и сам бы там со временем, году это к 2016-му бы умер, если бы вот все осталось так, как оно было, Андрей Нефедов поднялся бы до невозможных высот, и все было бы более-менее хорошо. Однако, мы живем в реальности, к сожалению, к очень большому сожалению. Вы можете сказать, что все новое, оно воспринимается достаточно плохо, странно, и не всегда объективно. Однако, блядь, ну типа на серию, ну кто будет спорить с тем, что Самп Ютуб это уже полнейшая помойка, никто не будет Самп Ютуб в 2000 уже там, какой, 19-й год воспринимать серьезно. Это просто пиздец, там такая стагнация идет с каждым днем, и возможно даже нет, стагнация-то когда ты стоишь на месте, тут уже деградация по контенту идет. И, блядь, лучше бы с 2013 года остались бы вот все вот эти вот летсплеи, все вот эти вот документальные фильмы, все вот эти вот обычные дни, вот эти вот выживания и так далее, и Ютуб бы, Самп Ютуб остался бы таким, и эту нишу бы заняли именно вот эти вот ютуберы, а все новые ютуберы не могли бы там пробиться за счет того, что там уже есть свой пласт ютуберов. И, понимая, я бы занимался чем-то другим, я бы, наверное, игры обозревал на Ютубе, потому что это, как вы можете знать, очень просматриваемо, тем более в 2013 году было очень просматриваемо, сейчас уже как-то подупало, это все никому так обзоры на игры неинтересно, вот только какие-нибудь, знаете, негативные обзоры, когда ты смотришь на игру и такой типа, блядь, ну это говно, блядь, Call of Duty это говно, вот это графон, блядь, или The Division, вот это, блядь, графон, это Ким Чен Ир, это 38-й год, Мао Цзэ Дун, блядь, и так далее, там, вот. Настолько хуёво, настолько убого, нет, чуваки, это не 93-й год, нет, это не 76-й год, нет, это, блядь, не Ким Чен Ир, блядь, не 55-й год, не Мао Цзэ Дун, блядь, не, сука, битва на калке, это, ну просто это архейская эра, ёб твою мать. И, в целом, то есть, на вопрос, хочу ли я, чтобы ютуб остался таким, какой он был, в 2013 году, я отвечаю, безусловно, да, потому что то, что мы имеем сейчас, это полнейший зашкварт, Делорензи, блядь, прочие ютуберы, на большом ютубе, блядь, Николай Соболев и прочие чуваки, я хочу, чтобы ютуб был только игровой площадкой, чтобы на нём размещались только игры и изредка вот эти школоблогеры у Андрея Нефёдова, и всё, больше мне ничего не надо, а то, что мы имеем сейчас, это, ну просто какой-то полнейший пиздец. Однако, стоит также отметить, что если бы не ютуб, не стал бы тем, кем он есть, рекламодатели бы большие, никогда бы не пришли, даже не большие, просто те, кто может платить, и опять же, вот эта вот 1x запрещенная компания на ютубе, Леон, персонаж в доте, если бы не пришёл этот букмекер, ой, персонаж в доте, если бы он не пришёл, опять же, то есть, мотивации не было бы никакой, на монетизацию вывозить достаточно сложно, хотя, вот если так подумать, ведь ютуберов было бы мало, и рекламу можно было бы делить среди них, тем самым платя им больше, возможно, на ютубе бы даже рекламы не существовало, как вам такое, если бы ютуб остался таким, какой он был. Ну, на эти темы, опять же, можно было, можно размышлять бесконечное количество времени, о каким бы был ютуб, каким бы не был ютуб, и так далее, и это очень сложная тема, которой нужно подходить достаточно, знаете, так проблематично и скрупулёзно, поэтому напишите свою версию того, что было бы с ютубом, если бы он остался в 2013 году, как бы, какие форматы были бы, а сколько, много ли вообще ютуберов было бы, и вот так, потому что, ну, в самой, я думаю, никому не нравится то, что есть на верхушке ютуба, вот эти вот все пранки, блять, вот эти вот, всякая хуйня, это вообще абсолютно неинтересно, а сейчас получается так, что ютуб это пристанище для конченных даунов, где-то там в терпильном уголке засиживаются талантливые креаторы, то есть, а весь ютуб это полнейшее говно, а твич это игровая платформа, на которую перешли все летсплейщики, и как мне кажется, я туда в скором времени, возможно, не в скором времени, возможно, лет через пять, я туда также перейду, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!